Николай Лощин как раз нам сообщил, что дороги скользкие и сейчас уже можно с уверенностью сказать, зима вступила в свои права. С одной стороны радует то, что Рождество вероятно выдастся снежным, как и положено, а с другой тревожит повышенная травмоопасность. Лед на дорогах опасен не только для автомобилистов, но и для пешеходов. О том, как предохранить себя от падения и что делать, если оно все-таки случилось, расскажет нам сегодня травматолог-ортопед Восточно-Таллинской центральной больницы Дмитрий Кулак. Доброе утро. Доброе утро. Но травматология уже почувствовала на себе дополнительный приток пациентов, которые обращаются именно ввиду того, что на улицах скользко? Да, конечно, почувствовала, особенно в первые дни гололедок. Каждый год, в принципе, мы не готовы к этому никогда, зато день, два, три люди как-то начинают акклиматизироваться к этой ситуации и значительно ниже становятся. А кто чаще всего к вам попадает в больницу именно в связи с падениями на льду? Это пожилые люди, дети или, может быть, нет никакой разницы? Все попадают. Но мы обслуживаем только взрослых людей, поэтому могу сказать, что из нашего контингента это больше пожилых людей. У них, к сожалению, уже аппарат равновесия не настолько хорошо работает с координацией. Они не всегда способны себя удержать в этой ситуации стоя. Они падают, получают травмы. Ну, наша задача сегодня как раз-таки дать несколько, может быть, очень простых и очевидных, но в то же время полезных советов, которые помогут людям избежать лишнего травматизма. Итак, давайте начнем с обуви. Какой она должна быть? Наверное, каблуки для представителей прекрасной половины человечества должны быть просто исключены. Ну, в принципе, обувь должна, первым, как бы, с ортопедическим трудом, должна быть удобной. Второе, это она должна быть хорошей подошвой, не скользящей, хороший протектор. Мы все-таки меняем обувь на наших автомобилей на зиму, так что и желательно на зиму себе по погоде выбирать обувь. Что касается каблуков, каблуки это прекрасно, красиво, в театр, в оперу, но тогда в этом случае возьмите их с собой в качестве смены. Ну, а некоторые пожилые люди, например, покупают себе ледоходы, так называемые, прям надевают специальные приспособления с шипами для того, чтобы не скользить на льду. И вот, что вы по этому поводу скажете, насколько это действительно спасает и удобно ли в этом вообще ходить? Ну, по поводу ледоходов у меня только позитивное впечатление, потому что я работал не только здесь, а еще за границей Финляндии. Там, в принципе, погодные условия такие же, как и здесь, может быть, даже похуже. Там пожилые люди активно их используют, поэтому я смело могу посоветовать и нашим людям. Я думаю, что это мог бы быть не плохой подарок, даже хороший подарок своим бабушкам, дедушкам на предстоящие праздники. Ну, кстати говоря, идею подает сейчас наш гость. Давай попробуем вот сейчас показать такой типичный вариант падения, как это происходит. Хорошо, Андрей, сейчас покажем. Я побуду моделью, которая падает. Он подскользнулся. Значит, смотрите, классический вариант, когда человек идет, одна нога едет вперед, соответственно, рука назад, и вот мы падаем. Что нужно учитывать при этом? Как-то сгруппироваться по-особенному, как-то среагировать. Ведь подготовлен, значит, информирован, значит, вооружен. Как подготовиться? Ну, в принципе, это такое маленькое время, и падать, к сожалению, умеют только спортсмены или подготовные люди, которых учат падать. Хотя бы в теории понять. Ну, в теории, в принципе, конечно, идеально это сгруппироваться, постараться перевернуться на бок. Главное уберечь голову, не ударить голову. Ну, вот если да, если вернуться к той же имитации, которую я делал, да, то есть человек начинает падать, голова запрокидывается назад. Ни в коем случае этого делать нельзя, потому что можно удариться затылком, получить вообще смертельную травму. Да, да. Травма головы очень может быть опасна. Поэтому, когда вы падаете, вы можете, ну, как я сказал, переворачивать на бок, подставить руку, чтобы не повредить голову, как бы, с конечностями. Тоже можно повредить, но это не настолько важный орган. Ну, а вот, например, насчет походки. Люди выходят на лед, и вот размашистым шагом начинают идти, естественно, в общем, земля их не держит. Как нужно правильно ходить по льду? То есть вот эта вот семенящая походка нас спасет, или есть какие-то правильные рекомендации? Ну, скорее всего, что касается походки, я думаю, мы просто все спешим, как бы, скорее всего, это время. Как бы постарайтесь, может быть, на минутку раньше выйти, на две, тогда у вас будет время не настолько спешить, вы пройдете аккуратно, посмотрите, куда вы идете. По ходу походки, если вы спускаетесь, там, может быть, бочком более безопасное место. Если есть где-то что-то взяться, то возьмитесь, там, оперитесь, да, оперитесь обо что-то. Вот, кстати, еще один хороший совет. Не ходите руки, засунув в карманы, потому что в случае падения вы не сможете вовремя вытащить руку для того, чтобы самортизировать этот удар. Не успеете. А если руки мерзнут, купите себе перчатки или варежки, правильно? Советы от Андрея Титова сегодня персонально. А если говорить о тех частях тела, которые страдают во время падения, то чаще всего что страдает у нас? Копчик, голеностоп, локти? Ну, чаще всего это, наверное, три региона. Первая – это голова. Все-таки ее нужно беречь. Голова – это номер один. Это также конечности верхней и нижней. У пожилого контингента чаще всего это перелом, типичное место запястья на руке. Потому что они опираются рукой, когда падают. Да, да, у них кости чуть хрупче. А у более таких молодых людей это повреждение голеностопа, лодыжка, растяжение связочного аппарата, небольшие переломы, трещины. Но иногда бывает такая ситуация, что человек после падения не сразу осознает, что у него разрыв или может быть трещина. И он ходит с этой проблемой несколько дней, тем самым усугубляя ситуацию. Как самому в домашних условиях без медосмотра понять, что дело серьезное и нужно все-таки идти к врачу? Ну, в принципе, если вы упали, вы чувствуете, что вы не можете подняться. Это довольно-таки сразу ясно, что нужно обратиться, позвонить в скорую помощь, чтобы вас достали на место. Если вы смогли встать, куда-то пройти, но отечность этого региона поврежденного увеличивается, появляется гематома, тот же самый синяк. Если больно растает, не купируется, обезболивающие ее не снимают достаточно хорошо, и есть ограниченная подвижность. Вы не можете ей пользоваться настолько хорошо, и это день-два не уходит, то надо обратиться к врачу. А к врачу в скорую помощь можно обратиться? Потому что мы с вашим коллегой говорили недавно, люди с пустяковыми жалобами приходят в скорую помощь. А скорая помощь занимается все-таки случаями, которые угрожают жизни. Можно ли с переломанным пальцем прийти в скорую помощь? С переломанным пальцем прийти в скорую помощь можно. В принципе, здесь все относительно. Я думаю, что семейный врач тоже такой же специалист. Если вы чувствуете, что травма не настолько серьезная, вы можете обратиться к нему. Он может вам делать первичный осмотр, посмотреть. А гипс он наложит? Он гипс не наложит, но он может определить, есть ли это более серьезно у нас, или он не имеет настолько много опыта, чтобы с этим справиться, он вас отправит дальше. Вы придете в скорую помощь в травмопункт, специалисты, где вас посмотрят. Травматолог-картопед из Восточно-Таллинской центральной больницы Дмитрий Кулак был сегодня у нас в гостях. Спасибо. Спасибо. И остается в конце интервью только пожелать и нашему гостю, и нам, ведущим передачи. И всем вам, конечно. И всем вам не падайте. Берегите себя.